Конгресс США согласовал проект оборонного бюджета на рекордные 848 миллиардов долларов. Он включает военную помощь Украине на сумму 800 миллионов долларов. Также США планируют снизить зависимость от российских энергоносителей, выделить 6 миллиардов долларов на сдерживание России в Европе и добиваться исключения Российской Федерации из международных организаций, включая J-20. Данный проект оборонного бюджета может стать самым большим в истории США. Теперь конгрессменам и сенаторы должны будут проголосовать за документ, после чего его подпишет президент Джо Байден. На связи со студией Владимир Воля, политолог-международник. Здравствуйте. 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 Компания террора против украинских дипломатов беспрецедентна по своим масштабам не только в контексте Украины, но и на мировом уровне. Это 31 случай в 15 странах. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Фейсбуке. Кто стоит за этими атаками, как вы считаете? Я думаю, что прямо или не прямо стоит российское руководство. И даже склоняюсь к тому, что все-таки прямо. Потому что подобную масштабную акцию устрашения можно было бы организовать только, во-первых, если к этому подключены организационные ресурсы государства. То есть это нужно было предоставить много информации исполнителям о расположении украинских посольств, о тех, в том числе, взрывчатых веществах, которые отправляются, да, как это правильно сделать. То есть тут спецы были задействованы. Ну и, конечно же, сама по смыслу акции, понятно, что акция, которая была организована, скорее всего, российскими спецслужбами, но с использованием тех выходцев из России или российских граждан, которые проживают на территории других государств, которые либо были завербованы для выполнения такой работы, либо они по идейным соображениям из ненависти к Украине и Западу, то есть жертвы российской пропаганды, убежденные, да, такие, вот они исполнили непосредственно эту идею. Ну и, кроме того, обращают внимание, что если там части тел животных отправляют, что это, конечно же, варварство и живодерство. И в любом случае, я не думаю, что это обошлось без участия российских спецслужб. Служба не обошлась, случилась, извините, произошла с участием российских спецслужб. Владимир Путин все чаще теребит тему применения ядерного оружия. Во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека он заявил следующее «Угроза ядерной войны нарастает, чего греха таить». Конец цитаты. На этом его ядерные угрозы не закончились. Президент РФ сделал ряд заявлений о возможности применения такого оружия. Снова цитата. «Россия не применит ядерное оружие первое, но если применит первое, то значит и второе не применит. Ядерный шантаж продолжается? И как вообще понять вот этот поток сознания?» Да, вот интересно, что вчера он сказал две части, которые использовать, если использовать отдельно, то они выглядят несколько раз направленными по смыслу. То есть Россия не собирается применять первое оружие, но и если она не применит первое оружие, значит и второй тоже не применит, то есть не будет ответного удара. Вместе с тем, вторая фраза, которая прозвучала, это то, что Россия будет защищать свои интересы не военными способами, но если потребуются, то и всеми доступными. То есть если соединить две эти фразы вместе, то получается действительно, что Путин намеками, полунамеками пытается действительно шантажировать ядерным оружием. Ну и да, вот сама фраза, что риск столкновения ядерных государств, ядерной войны возрос. То есть эта риторика указывает на то, что Путин в этом контексте мыслит. И на самом деле, я думаю, что поспешили многие с заявлениями, с выводами о том, что Путин отказался от риторики ядерного устрашения, пускай даже такой намеками, полунамеками. Потому что от него можно ожидать всего чего угодно. И вот та история, которая сейчас разворачивается с взрывами на российских аэродромах, где были стратегические бомбардировщики, она невольно так начинает обрастать такими подозрениями, что возможно, это еще и российская провокация. Почему? Потому что сегодня было заявление, что взрывы, то есть чьи-то провокации, как россияне это официально назвали, они несут угрозу силам ядерного сдерживания, то есть российским стратегическим силам ядерного сдерживания. Поэтому вот тут вопрос, что Путин может посчитать поводом для нанесения, для прямых угроз использования ядерного оружия. Однозначно говорить о том, что даже если бы это были украинские беспилотники, и они поразили эти два аэродрома, то на самом деле повода для применения ядерного оружия, даже исходя из российской доктрины, нету. Потому что удар по двум аэродромам не представляет угрозы территориальной целостности и существованию самой России. Но учитывая, что у Путина слишком причудливая логика, то они могут попытаться подвязать, то есть придумать в качестве причин, интерпретировать в качестве причин все, что угодно. Так что да, ядерная угроза со стороны России, пускай и с невысокой долей вероятности, она остается, но я согласен также с тем, что сказал, допустим, Шольц, что мировое сообщество провело для Путина красные линии, в том числе и Китай, и США, нужно вспомнить встречу, Байдена и Си Цзиньпина, где они четко обозначили о недопустимости ядерных даже инцидентов на территории России. И официальный представитель Китая 24 ноября на заседании Совбеза ООН тоже на этом акцентировал внимание. Поэтому я думаю, что да, сейчас у Путина руки связаны, но он вот так полунамеком и все-таки продолжает угрожать на всякий случай использованием ядерного оружия. Политолог Абаз Галямов опубликовал сегодня новость, что начиная с весны путинское политбюро начало работу над проектом под неофициальным названием «Ноев ковчег». Окружение вождя не исключает, что проиграет войну, лишится власти и придется вот куда-то срочно убегать. И сейчас в качестве такой площадки рассматривают Аргентину и Венесуэлу. Проект курирует Сечин лично и у него хорошее личное отношение с Мадуро. Вы не исключаете такой вариант? Я пока не вижу предпосылок для того, чтобы Путин куда-то бежал. Он будет сидеть до последнего. Он будет сидеть до последнего. У него вариант, который в украинской традиции обозначается такой поговоркой «або пан, або пропав». Поэтому, учитывая психотип Путина, его вот эту аномальное упрямство и аномальное манипулирование реальностью, я думаю, что Путин будет сидеть до последнего и судя со вчерашних его заявлений, что война будет долгой, я думаю, что Путин рассчитывает, что ему удастся еще всех переиграть и снова повернуть ход войны в свою, так сказать, пользу. Поэтому для Путина я не вижу, что у него есть выход куда-то бежать. Скорее всего, либо он сам покончит жизнь самоубийством, либо что еще более вероятно, это если он, естественно, и смертью не умрет, что более вероятно, то его могут просто устранить от власти. А вот окружение Путина, да, те люди, которые в случае краха Путина будут рассматриваться и сейчас уже рассматриваются как потенциальные обвиняемые на международном трибунале, то для таких людей актуальным является вопрос, где спрятаться. И я не исключаю, что да, на территории Венесуэлы возможно, как один из вариантов. Но опять-таки, как я сказал, Путин, он не устроен так, чтобы куда-то бежать. Поэтому если этот ковчег, то только для тех, кто выглядит уже сейчас как осужденный трибуналом, вот для них нужно будет где-то прятаться. Это актуально. Ну, план Б наверняка есть. А вот как вы считаете, кроме Аргентины, Венесуэлы, каком могут еще быть вот список стран, сочувствующих, где бы он мог чувствовать себя или его окружение чувствовать себя в безопасности? Ну, вот Сирию многие эксперты называли. Да, Сирия как раз хорошее убежище, воюющая страна в самый раз, да, отправиться туда. Я на самом деле не считал бы Аргентину возможным убежищем. Как я сказал, что Путину нет места. Кто-то может по поддельным документам перебраться в Китай, кто-то в еще какие-то страны, даже в Индонезию. Тут вопрос, что, скорее всего, те люди, которые являются потенциальными обвиненными на Международном трибунале, они будут менять и внешность, и документы, и как-то маскироваться, и переезжать после этого в другие государства. Даже многие государства могут изначально и не знать, кто это на самом деле. Я вот такой вариант рассматриваю. Так, чтобы это была какая-то организованная база, в Африке могут пересидеть, конечно же, потому что там есть режимы, которые, в общем-то, сочувствуют России, которые на поддержке финансовой из России и военной поддержке этими структурами Вагнера поддерживаются. Поэтому Аргентину я бы исключил, Венесуэла как вариант. Ну и плюс страны совершенно нейтральные, куда возможно въехать по поддельным документам и где-то в джунглях затеряться. Владимир, вот срочная новость и хотели ее с вами обсуждить. Баскетболистку сборной США Бретни Грайнер, осужденную в России по обвинению в хранении наркотиков, обменяли на россиянина Виктора Бута, который находился в американской тюрьме по обвинению в торговле оружием. Это сообщает МИД Российской Федерации. Ну вот, оружейный барон. Как вам такой обмен? Ну, знаете, тут... И СНН вот уже тоже сообщает. Нужно спрашивать у руководства США в чем ценность этой баскетболистки, да, и паритетность этого обмена. Возможно, для американцев уже Бут не представлял никакой ценности. Все тайны, все секреты они от него узнали. Он уже был осужден, да, поэтому, ну, что, сидит он, бывает наказание в американской тюрьме. А если есть возможность спасти гражданку США, то решили вот пойти по такому пути. Я думаю, что вот именно этот мотив, то есть как раз тот вариант, когда своих не бросаем, независимо от должностей, званий, и уставных капиталов в различных компаниях. Просто баскетболистку обвиняли на Бута. С одной стороны, это выглядит и несуразно, да, казалось бы, что, а с другой стороны, это демонстрация принципа важности не оставлять в беде своих граждан и о том, что Бут уже ничего не значит. Ну вот и Байден месяц назад говорил, что Бритни Грайнер это единственная тема переговоров между Вашингтоном и Москвой. Я просто напомню. Ну вот я думаю, что и реализовали все. Наконец-то закрыли эту тему. В Беларуси для чиновников и военнослужащих хотят вести смертную казнь за госизмену. Вот Минск, он же и так выглядит на фоне всей Европы, не особо, как страна, в которой все еще существует смертная казнь. Это уже тот случай, когда дороги назад не будет ведь цивилизованный мир, правильно? В Беларуси и так смертная казнь не отменена. Поэтому я бы рассматривал это в том контексте, что да, получается, что Лукашенко, который и так подозревается во многих смертях многих политических оппонентов, он сейчас пытается еще спасать положение, то есть это проявление страха Лукашенко, что среди военных и среди чиновников может созреть заговор, потому что Лукашенко для всех становится очевидным олицетворением пути Беларуси в тупик, в еще большую изоляцию, и кроме того, приближение конца декабря, январь, февраль для беларусов, я думаю, для многих должны быть очень тревожными месяцами, потому что по сути есть признаки, что Лукашенко беларускую армию отдал в подчинение России, и то есть другими словами Лукашенко отдал беларускую армию в качестве пушечного мяса Путину. Такие подозрения довольно серьезные, и это означает, что Лукашенко в военном смысле уже больше ничего не может значить, возрастает вероятность, что российские генералы, командующие этой совместной группировкой, могут через некоторое время, когда соберут силы, снова отправить, начать попробовать организовать какие-то локальные атаки с Беларуси на территорию Украины. Беларусы не хотят воевать, и естественно перспектива получить похоронки и так далее, и войну на территории Беларуси многих пугает. Поэтому я думаю, что Лукашенко начинает осознавать, что в такой ситуации военные не все согласны идти поработать пушечным мясом для Путина, что чиновники тоже против. И я думаю, что смертная казнь, так сказать, объявление таких намерений ввести такие меры, это запугивание всех, тех, кто потенциально может стать участниками антилукашенковского заговора. Еще такой вопрос хотели с вами обсудить. Глава МИД России Лавров, вот, хочу процитировать, как-то не по-людски ходил в туалет во время саммита Совета глав МИД ОБСЕ в Швеции в прошлом году. А вот, что он рассказал, тут цитата есть, извините меня за подробности, но там, в смысле, в Швеции, я в перерыве заседания спросил, где туалет. Мне показали дверь с буквами WC. Я спросил, а это для дам или для джентльменов? Мне сказали, у нас все общее. Я не поверил, но это действительно было, это было так, и вы не представляете, насколько это не по-людски, вот, ну, просто не по-людски. Но скоро и такого туалета для России не будет, судя по всему. Не по-людски, это, и то, опять-таки, по-людски, но тут вопрос морали. Не по-людски идти в туалет на улице, да, там, где-то за углом. А по-людски, это зайти в туалет, и неважно, какой мужской, женский. Когда припекает, берешь и заходишь, и никуда от этого не денешься. Поэтому я думаю, что Лавров манипулирует, пытается изображать то, чего на самом деле нету. Нету у него, не было у него никакого, как я полагаю, вот этого ощущения, какой-то неловкости. Человек, который по-за границам столько ездил, я думаю, ему глубоко по барабану, извините за выражение, было в какой туалет заходить, если приспичило. То есть, зачем он это сделал, как вы считаете? Он пытается играть на публику российскую, да, и демонизировать, то есть, как не демонизировать, а выставлять Запад, как что-то такое вот несуразное, непристойное, неадекватное, так далее. Хотя, многие россияне ходят и по деревянным туалетам, и без туалетов. Посмотрели по телевизору Лаврова и вышли на улицу. И не по-людски пошли, куда попало делать свои дела. Спасибо вам большое за этот интересный разговор. Владимир Воля, политолог-международник, был в нашем эфире. Благодарю вас. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok